120 страниц текста и подробной карты школ во всех краях и властях Латвии. Министр образования Карлес Шадурскис решил выглядеть неголословным. Приобщил к идее оптимизации учебных заведений экспертов, экономистов, географов и картографов. На этот раз глава Минобразования на численность учащихся в школах не нажимал. Подошел к вопросу с другой стороны. В публичном пространстве укоренился стереотип и часто говорят о закрытии школ. Журналисты тоже часто задают вопрос, сколько школ и какие будут закрыты. Здесь речь не идет о закрытии школ. Я хочу развеять этот миф. Речь пойдет об изменении качества образования. Авторы исследования, вместе с ними и министр Шадурскис, наткнулись на интересный факт. Поначалу считалось, что школа теряет учеников исключительно из-за оттока населения или демографического спада. А оказалось, что учащиеся выбирают школы иногда даже вдали от места жительства, потому что эти учебные заведения славятся качеством обучения. Такая ситуация характерна как для провинции, так и для латвийской столицы. Рижские школьники предпочитают крупные гимназии. Но для более точного анализа выбили специалисты еще и экзаменационный индекс на основе сдачи централизованных экзаменов. Министр, к примеру, поразил тот факт, что в классах с естественно-научным уклоном в одной из школ ни один выпускник не сдавал экзамены по физике или химии. Результат оказался для части школ весьма неутешительный. Согласно исследованию, если индекс ниже 30, значит эта школа с низким уровнем образования. На карте их обозначили темно-синим цветом. Этим школам, на наш взгляд, придется стать из средних основными, которые смогут успешно работать и давать соответствующее качественное образование. А дети отправятся в хорошие школы, где получат хорошее среднее образование. А дальше министр выстроил стройную цепочку. Нет качества, снижается количество учеников, учителя зарабатывают меньше, происходит текучка педкадров. Школа недополучает инвестиций. А если к этому присовокупить еще прогнозы экспертов вплоть до 2030 года, когда в некоторых районах страны недосчитаются по естественной или искусственной убыли трети жителей, а к этим данным прибавят еще и показатели качества латвийских дорог, картина выходит совсем мрачная. Однако такой подход несколько удивил сами самоуправления. Мы не должны сопоставить образование, здравоохранение и дороги. Мы должны думать, как развивается, и не думать, что теперь, если закроем какую-то школу, что вдруг денег настолько много появится. Должны брать и анализ сделать намного шире. Мы не должны принимать решения на одном показателе. Экономика, географический взгляд на систему школьного образования еще далеко не полный, заметили авторы исследования. Оно будет продолжено, и окончательные результаты станут известны осенью. Но тем не менее, министр Шадурскис настойчиво повторяет одну и ту же мысль. Самоуправлением рано или поздно, но придется решать вопрос со своими школами. И судя по данным уже имеющегося исследования, целому ряду русских школ, возможно, придется поменять свой статус.